Добрый день, уважаемые слушатели. У микрофона работает Светлана Занько. Это программа «Слушайте доктора». И в гостях у меня Галина Маркова, врач-детский иммунолог первой квалификационной категории с 10-летним стажем, специалист Центра медицины Верес, семейной клиники Центра медицины Верес. Галина, добрый день. Здравствуйте. Наверное, Галина Александровна обращается к врачам отлично по имени-отчеству в России традиционно. И у нас очень актуальная тема сегодня. Мы хотим разобрать последствия той волны вирусов и инфекций, которая накрыла город в конце февраля. Тяжело переболели все мои родственники, могу сказать. И мы с дочерью интервирусной инфекцией переболели, и родители у меня болели. Уже просто ОРВИ, но тяжелые, тяжелые прямо формы. Причем, когда мы делимся со знакомыми и коллегами, как кто болел, а особенно это в школах очень видно, потому что у всех родительские чаты сейчас есть. Детей просто вымывало по полкласса из школы, и потом следующая волна нахлынула, и следующая. И вот, может быть, мы так не болели в прошлом году, но здесь, мне кажется, что в этом году как-то особенно сильно разные виды заболеваний вот таких вот сказались. Люди заболевали, выздоравливали, снова впадали в такое состояние. А сейчас все делятся ощущениями, что вроде бы отболели, вот вроде выписали уже всех, но тяжелое состояние, слабости, вялости, головной боли, ломоты в суставах остается. Вот что это такое было нынче у нас в Кирове? И только ли это мое личное впечатление, что действительно вот такие достаточно непростые были сложные формы заболеваний? Что скажете на это? Следили за обстановкой? В этот год, конечно, заболевания были более тяжелые, именно по длительности и по температурному, скажем так, цензу. Очень было много высоких температурящих детей, и очень много было детей, которые, к сожалению, уже получали у нас пневмонию. И здесь, конечно, сработала у нас микс инфекция. Очень много факторов, которые спровоцировали, и то, что конец зимы ослабевает, конечно, гиповитаминозы, резистентность ко многим препаратам, потому что бесконтрольное все-таки получение пациентами антибиотиков, самолечение, это тоже имеет... Устойчивость к препаратам, когда организм не реагирует уже даже на серьезные препараты. Да, да, и к каким-то противовирусным препаратам идет уже резистентность штаммов. Они тоже хотят жить, и, конечно же, они изменяются, и обычными препаратами уже мы не всегда сразу можем справиться. То есть вот у нас конец зимы, мы все ослаблены, хотя на зиму сейчас, наверное, на нашу жаловаться в этом году было практически невозможно. Солнца было много, в отличие от многих предыдущих лет. Но, однако, организмы действительно ослаблены. Витаминов, как известно, мы получаем мало из продуктов, которые есть в нашем северном краю. Вот насчет устойчивости к препаратам, о которых вы упомянули, каждый врач буквально, который сюда приходит, говорит об этом, и в том числе пеняет на то, что действительно доступность препарата в аптеках. И вот это вот «пойду-ка я куплю, прежде чем схожу к врачу». Мы всегда об этом говорим в нашей программе «Слушайте доктора». Один купил, другой купил доступный препарат. Сосед посоветовал, там, да, соседка знакомая. И вот это вот все в себя закидываем, прежде чем вообще добираемся до доктора. Я сознаюсь честно, меня тоже иногда на эти вещи сбивает мое настроение. Но в этом году без врачей не обошлось. И, честно говоря, когда пришел врач, посмотрел на все, что я там понакупила, разложил это все в разные стороны и написал четкую программу лечения и выхода из этого состояния, только тогда наступила уверенность, что да, мы точно излечимся в кратчайшие сроки. Это я к тому, что призываю слушателей, ребята, надо бросать самолечение в любом виде. Вот есть симптомы, а у нас еще такая история есть, у нас люди боятся позвонить, вызвать врача на дом, вот я вроде отлежусь, переболею, отхожу на работу, на работе всех коллег перезаражал, и все вот так вот начинают в повалку болеть. Нет, давайте все-таки мы еще раз сконцентрируемся на том, что мы звоним, мы вызываем при высокой температуре врача на дом, люди приходят, приходят в тот же день, мы это знаем, никогда отказов не было, выписывают вам все, что нужно, а потом уже, пожалуйста, действуйте по программе. Ну вот вы подтверждаете мое мнение все-таки, Галина Александровна, что в этом году тяжелые последствия возникали после этих заболеваний, и массово, в общем, болели и взрослые дети, и не по одному разу заболевали. И вот сейчас, где мы находимся вот в этой ситуации, которую я уже обозначила, слабости, ощущения, как долго это будет длиться, доживем до лета, можно ли что-то применять вот в этой ситуации, когда мы все перезаболевали и вот такие ослабленные уходим? Как это вообще называется? Есть ведь какой-то термин? Да, конечно, есть официальный диагноз, называется постинфекционная остеония. Вот так вот. Это состояние, которое формируется после длительной респираторной инфекции, после длительного стресса влияния и других факторов, факторов окружающей среды, когда организм человека ослаблен, и как это состояние мы можем с вами у себя диагностировать. Нарушение сна. Это либо сон слишком длительный, и человек просыпается уставшим, либо это раннее пробуждение, нарушение засыпания, нарушение аппетита. Тоже является очень частым признаком тогда, когда либо человек вообще отказывается от пищи, либо предпочитает именно легкие углеводы. Сладенько, вот особенно под этим очень видно. Плюшечки, печенюшечки, да? Да, ни за что. Которые размножают бактерии у нас. Конечно, принимается сахар в крови, и также, конечно же, нарушается биоцинез. Это тоже один из факторов проявления постинфекционной остеонии. Вот я сейчас ошиблась, наверное, сказала, бактерии не в желудке размножаются, а в кишечнике они. Ну, бактерии есть в желудке тоже. Хеликобактер пивори, и их значение тоже достаточно серьезное, потому что при наличии данной бактерии нарушается усвоение витамина В12. А это витамин, который регулирует у нас белковый обмен. Соответственно, белковый обмен у нас, опять же, регулирует работу, в том числе и клеток. Вот, метаболические все эти изменения регулируются. Поэтому, на самом деле, последствия это нейрологического характера, избыточная раздражительность. Как раздражительность, когда ты как оголенный нерв. Вот это тоже проявление постинфекционной остеонии. Я коллегам сегодня скажу, что я сегодня была в этом состоянии утром. Это состояние, конечно. Оно само по себе проходит достаточно долгий период, 2-3 месяца, и приходится подключать у нас уже препараты метаболического характера. Это если ты его не фиксируешь и не лечишь, тогда это занимает 2-3 месяца. Это растягивается на долгий срок. Дело в том, что как раз чем характеризуется это явление, это накопление в клетках лактата, мочевины, которые блокируют цикл ГРЭПС, которые блокируют цикл обмена мочевины, и тем самым нет возможности у клетки метахондрии, у ее инопатической станции производить АТФ. То есть саму энергию. Почему идет нарушение аппетита? Потому что организм не хочет затрачиваться на то, что он не приведет к нужному результату. Если съели сладкое сахар, быстро сахар у нас попадает в кровь, вот она легкая энергия распадается до глюкозы. А чтобы из обычного продукта, среднецепочные углеводы, белки, жиры, чтобы данные продукты довести уже до конечного результата, это АТФ энергии, нужны как раз эти превращения энергетические. А они не могут быть проведены в клетке, потому что там идут как раз вот эти вот накопления балластных веществ. И на самом деле вот, может быть, сейчас стало меньше доверия медработникам, может быть, мы меньше разговариваем за большой нагрузки. Я когда смотрю выписки после стационара, вот умнейшие вещи написаны. Вот эти вот, Элькар, да, наш любимый, вот, пожалуйста, это тот продукт, который у нас как раз восстанавливает энергетическое имя клетки. То есть, способствует с детства. И я сталкивалась с тем, что родители, говорят, побаиваются. Вот антибиотик дать, чтобы не было температуры, не бояться. Вообще, ни разу. Элькар, нет, как-то вот страшновато. А вдруг что, да, вот начинают противопоказания читать, так дальше. Там, Кунзим-Ку-10, Кудисан есть препарат. Все это назначается. Про и пребиотики назначаются всегда. При том, что действительно корень зла всего в том, что нарушается биоцинес в кишечнике, соответственно, уже и выработка витаминов, и переработка волокон несовершенна. И мы с вами все утяжеляемся, утяжеляемся, потому что на самом деле баланс энергетический на таком низком уровне становится, что тут замыкается уже порочный круг. То есть, организм захламляется шлаками. Он перестает справляться с функцией, которая предназначена для него. Перестает перерабатывать и воспринимать те вещества, которые необходимы для того, чтобы строились клетки, высвобождали энергию. А мы еще добавляем и наваливаем вредной пище. И не пьем лекарства, которые нас прописывают при постинфекционном астеническом синдроме наши врачи. И мне почему-то кажется, Грина Александровна, что не только потому, что не только потому, что не доверяют врачам, вряд ли. Врач же вывел тебя из болезненного состояния. Что касается антибиотика, это правда. Вот впилить антибиотик и себе, и ребенку, вообще никаких проблем. Пойти еще купить недешевый, но съесть его. Вот я же сделал все, чтобы организм поборол болезнь. Главное купить подороже, и тот, у которого в инструкции написано, меньше дней применяется. Да, да. И вот сразу дозу такую ударную дать. А потом уже все. Все, кашлять перестал, мемония там прошла, кишечник уже вроде, вроде чем ем уже, не рвет меня, там я ем, да, если это кишечная инфекция. Вот. А вот восстанавливать организм, позаботиться о том, чтобы заселить нужные бактерии, чтобы все заработало снова, это уже потом как-нибудь сами. Ну ладно, окей, два-три месяца слабости, а еще поныть, поделиться впечатлениями с коллегами, что, ой, это я так болела, вот сейчас я себя так плохо чувствую, пожалейте все меня. Вот этому не можем. Да и вообще, а бывает еще такая ситуация, что-то я буду деньги тратить на какой-то там алька. Что это такое? Это же не антибиотик. Это же не что-то такое ударное. Ну вот я вот сейчас творожка, там, значит, капустки квашеные, вот что-нибудь еще там вот это вот дам, и все тебе. Вот я могу ручаться, что очень многие, так думают, родители, и очень зря, и очень зря. На восстановительные препараты нужно обращать внимание. Здесь я как не медик, но мама с опытом могу сказать, что безусловно, они дают высокий очень эффект и как лекарство, которое после болезни используется, и как профилактическая история. Правда? Да, конечно. В целом существует программа реабилитации. После постинфекционной астении она включает в себя несколько как раз вот мероприятий. То есть самое первое – это восстановление энергетического обмена. Это вот назначаются метаболические препараты. Второе – это защита микрофлора кишечника. Есть у нас препараты пробиотики, пребиотики, пробиотики – это сами живые бактерии. Есть пребиотики – это продукты, которые способствуют развитию собственной микрофлоры. Я люблю больше пребиотики, потому что у нас в любом случае в кишечнике есть представители всех бактерий, которые необходимы. И нам нужно всего лишь создать условия для того, чтобы нужным бактериям было хорошо и комфортно, чтобы они выполняли свои основные функции. Конечно, и живые бактерии тоже нужны, особенно при применении мощных антибиотиков, антисептиков, энтеросептиков в том числе. Но тут, конечно, сочетание. Одно дело – заселить полезные бактерии, другое дело – нужно все-таки для них создать условия для их жизнедеятельности. Иначе, как только пройдет цикл жизнедеятельности бактерий, которые мы получили из лекарства, все вернется на круги слоя. В нас в гостях Галина Александровна Маркова, врач-детский иммунолог первой квалификационной категории с 10-летним стажем, специалист в семейной клинике Центра медицины Верес. Что касается пробиотиков и пребиотиков, о которых вы говорите, покомментируйте, пожалуйста, мою тираду по поводу того, что все-таки квашеная капуста не даст тебе всех необходимых бактерий, и нужно обращать внимание на современные препараты. Можем ли мы только из продуктов питания получить все необходимые культуры для восстановления после болезней, или все-таки нужно обратить внимание на современные препараты, которые тебе доктор прописывает? Если мы говорим о профилактике, то, конечно же, здоровое питание. По здоровому питанию мы с вами предполагаем продукты натуральные, перечень их не такой уж и большой. Все мы знаем овощи, фрукты, яйца в ограниченном количестве, молочные продукты в ограниченном количестве с небольшой жирностью, крупы, сливочное масло, растительное масло. Сюда мы не говорим, что входят какие-то там, я не знаю, энергетические батончики, заменители питания и так дальше. Нет. У нас список продуктов достаточно простой. Если изначально, когда мы говорим о детях, мы должны обращать внимание на то, как питалась мама во время беременности. И это имеет огромное значение. Есть исследования, которые говорят о том, что мама, которая во время беременности питалась фастфудом, получает в итоге ребенка аллергикой астматикой, потому что там идет дикий гиповитаминоз, в том числе недостаток селены, и это приводит как раз к свистящему дыханию, которое как раз мамы все это и терпит. В возрасте до 5 лет очень часто у детей бывает как раз явление урингита, вот это свистящее дыхание, экспираторная одышка. Если мы говорим о той ситуации, когда пациент уже переболел, то здесь на самом деле ресурсы сначала нужно восстановить, а потом уже мы будем заниматься профилактикой. Мы приходим на правильное питание, и уже закаливание, прогулки и режим дня нам с вами для дальнейшего здорового проживания. Тут все равно нужно обращаться в доктор. В любом случае. Поэтому никогда не стесняйтесь. Доступность врачей сейчас достаточная. То есть в принципе в пределах двух недель вы можете записаться к любому специалисту. Главное, чтобы было желание. Что касается витаминной терапии, как вы к ней относитесь? Витамины необходимы, но здесь опять же мы можем получать витамины извне, но при этом они должны у нас усваиваться. Здесь мы опять же возвращаемся к микрофлоре кишечника, потому что если нормальная микрофлора кишечника, то все витамины, которые мы получили извне, и из препаратов, и из продуктов питания, они, конечно, будут усваиваться максимально. Если же мы страдаем от дисбиоза, микроциноз у нас несовершенный, то так как какие бы витамины мы с вами не принимали, они не принесут своего значения. И вот в нашей области и в Российской Федерации очень большая идет у нас такая проблема, недостаточность как раз по витамину D. То есть, казалось бы, простой, достаточно препарат, нам известный, есть масляные формы, есть водный и недорогой. И вроде педиатры всем детям с месяца назначают, но родители, бывает, сами регулируют уменьшение количества препарата, потому что солнечный день или, там, мамы не считают нужным. Чаще всего, и главное, аллергии говорят о том, что, возможно, у них реакция на витамин D. Хотя, как раз, вот гиповитаминоз D и определяет аллергическую настроенность организма. То есть, если недостаток витамина D. Если недостаток витамина D, то тогда риск развития аллергии, он достаточно высокий, и аллергическая реакция усугубляется вплоть до бронхиальной астмы. Поэтому сейчас у нас идет новая рекомендация от педиатров. Тысяча единиц в день маленькому пациенту до двух лет ежедневно, независимо от сезона, солнечной активности, принимать. И если существует уже угроза арахита, если существуют аллергические реакции, то доктор уже регулирует эту тазировку, увеличивает ее на определенный момент. А взрослые, там, подростки и взрослые, они витамин D принимать должны? Ну, в принципе, должны принимать. Но говорится о том, что уже взрослый человек может получить из пищи. Опять же, если идет нормальное питание, если человек чувствует себя хорошо, не болеет, то витамин D у нас находится в животных продуктах. Это мясо, печень также находится в желтке. Есть его достаточное количество в крупах, особенно в гречке. Но если чувствуется усталость, как раз вот явление у нас и остеи, и синдром хронической усталости, достаточно попить витамины D. Но дозировку всегда отрегулирует эндокринолог. Я даже своим пациентам, да, с лярой рекомендую, вот буквально две минутки в неделю, то есть не для красивого цвета кожи, а вот именно для профилактики гипертонеза D. Но это, опять же, тоже строгие показания, потому что не все могут получать инсоляцию в золе. То есть тоже есть вопросы. Итак, Галина Александровна Маркова, врач детский иммунолог, первая коллективная категория у нас здесь в гостях сегодня. Мы говорим о том, как себя хорошо и полезно вести вот в этот период, когда прошла большая волна вирусных респираторных заболеваний, и мы чувствуем себя слабыми, мы чувствуем себя раздражительными, и это всё называется постинфекционный астенический синдром. Поговорили про витамины, поговорили про лекарства, которые прописывают врачи для восстановления биоты кишечника и желудка. Что ещё в этот период, на что обратить внимание, и как действовать, если, положим, ты не обратил внимание на то, что врач тебе после инфекции прописал, а чувствуешь себя плохо, ты можешь пойти, вы сказали, записаться к энтокринологу, посмотреть, что с тобой происходит сейчас. При этом что делается? Берутся анализы какие-то, смотрятся какие-то показатели. Или это общий такой вот осмотр, разговор с человеком, как это называется, когда просто опрашивают. Она мне собирается доктором. Или всё-таки мы сдаём кровь, например, на какие-то. Тут комплексно идёт, то есть доктор уже оценивает самочувствие пациента, по его жалобам, почувствованием, также оценивает статус, осматривает кожные покровы, рассматривает. Там есть достаточно большое количество признаков, которые могут привести к выводам о том, что необходимо сдать анализы. Возможно, сдать анализы на какие-то гормоны. Также мы можем из крови посмотреть количество электролитов и насыщенность витаминами. Это всё тоже возможно. Предполагает это доктор уже по внешним признакам, по жалобам. Поэтому в каждом случае это всё решается индивидуально. Но не секрет, что наш область эндомичный плодефицит у йода. Поэтому всем и каждому необходим препарат йода. Даже крупным детям. Вот я не буду спрашивать, как он применяется, препарат йода. Назначают... Индивидуально тоже, да? Назначают всем. Индокринолог, педиатр. Назначают вероятно 50-60 миллиграмм в сутки малышам до года. А взрослым? А взрослым 150-200 миллиграмм. Верельным женщинам каждый день? Каждый день. В нашем регионе? Да, обязательно. Потому что у нас в почве очень мало йода, в воде мало йода. То есть в этом можно не сомневаться. Да. Есть ли противопоказания по йоду? Конечно же, есть противопоказания. Это заболевания щитовидной железы. Если они выявлены, эти заболевания, то, соответственно, надо идти. То-то-то, конечно. А вот интересно, несмотря на то, что вы детский всё-таки иммунолог, всё-таки хочется проконсультироваться насчёт взрослых. Есть ли какой-то возраст, при котором к эндокринологу нужно ходить обязательно регулярно, даже если тебе кажется, что тебя ничего не беспокоит, ты идёшь проверяешься. Как, например, у женщин после 40 обязательно делать, идти к онкологу, обязательно делать мемограмму, например. Что касается эндокринолога и щитовидной железы. Есть какие-то возрастные истории? Ну, во-первых, шалобы могут возникнуть, потому что при избыточной работе щитовидной железы, при избыточном количестве гормонов ТТГ, Т3, Т4, у человека достаточно высокий аппетит, при этом он худеет на глазах, нарушение сна, яркие, такие блестящие глаза, огромная, ломкость ногтей, волос, очень сухая кожа, и достаточно такой вот, возможен тремор, достаточно такая высокая раздражительность. В любом случае, после 30 мы должны обратить внимание на свое здоровье. У нас сейчас есть диспансеризация, которая включает в себя в том числе и УЗИ щитовидной железы, и уже если на УЗИ щитовидной железы появляются какие-то изменения, то это показания к тому, что нужно прийти к эндокринологу. Диспансеризация вы имеете в виду эту государственную программу? Государственная, да. То есть так как раз входит УЗИ щитовидной железы. Которую не надо пропускать, там целый комплекс на самом деле, осмотра, разные осмотра разных врачей, и она, я не помню, с какой периодичностью проводится, но в каждой поликлинике там по годам вывешено. Да, по годам вывешено год рождения пациента, который должен именно в этот год пройти диспансеризацию. Приходит даже смс-оповещение на телефоны, чтобы пациенты не забыли, пришли, и достаточно высокая доступность, я бы не сказала, что какие-то огромные очереди. Это если ты подключился к госуслугам, наверное, каким-то, я не очень знаю эту схему, надо в Министерство здравоохранения обратиться, пригласить специальниче Как только мы все сейчас в течение жизни обращаемся к госуслугам, регистрируемся на сайте, потому что необходимо получать каких-то документов, и это способствует тому, что уже в дальнейшем ты получаешь информацию. В комплексе услуг не будет понятно, по программе госуслуг это проходит. Приходило в этом году оповещение. Да, исходили на диспансеризацию. Ну, я как-то слежу за собой. Тут, конечно, некогда заняться собой бывает, но чувствуешь, как-то прислушивайся к себе. Поэтому, в любом случае, не будем ждать, пока стукнет обленный воздух, когда придет смс-оповещение. Если какие-то жалобы есть, нужно обратиться сначала к терапевту, он уже маршрутирует до нужного специалиста. Заботится о себе. Когда мы говорим о неме, а мы сегодня много раз упоминали это слово, и в контексте постинфекционного анемического синдрома. Когда мы говорим о неме, вот у меня из детства всплывает ассоциация только с железом. То есть, когда я слышу о неме, я все время думаю, что значит у человека недостаток железа. Я, наверное, ошибаюсь. Не только с железом связано с железом. Но вот что касается недостатка железа, кстати говоря, это тоже одна из причин такого вот состояния ослабленного. Да. Когда пациент болеет, в крае всегда будет снижение количества гемоглобина, по которому мы ориентируемся уже по содержанию железа. Но это такое временное состояние, потому что в очаг инфекции уходит железо. Потому что у нас железо регулирует фагоцитоз. Фагоциты это такие плетки? Фагоциты это такие тельца, которые... Фагоцитоз вообще это у нас идет процесс поглощения бактерий и вирусов, пожирания их. Наши фагоциты сжирают бактерии и вирусов. они их поглощают и в вольвеле с ферментами растворяются вот эти бактерии и вирус. Ну, конечно, не все, некоторые остаются спокойно в организме макрофага, фагоцита, и после гибели данного тельца высвобождаются снова. Поэтому мы получаем такое явление реинфекции. Поэтому не все инфекции у нас придут самостоятельно просто там на уходе. Поэтому приходится применять противовирус эти бактериальные препараты. В любом случае железо у нас контролирует вот этот вот процесс фагоцитоза, активно в нем участвует. Но для того, чтобы вовремя обновлялись клетки крови, необходимы не только железо, но и также витамины. В том числе витамин B12, B9. B12 мы с вами уже говорили сегодня. Это тот витамин, который поступает из пищи, но при явлении гастрита, а гастрит достаточно часто распространенное заболевание, связанное в том числе и со стрессом. При таких состояниях конечно этого витамина усваивается очень мало и тоже предрасполагает это к развитию анемии. Витамин B9 это наша любимая фолиевая кислота. Фалат как раз именно фолиевая кислота при перебивности ее прописывают. Ну да, но в любом случае ее тоже хорошо бы принимать, потому что фолиевая кислота встречается практически во всех витамин-минеральных комплексах. Да, вот как раз фолиевая кислота она способствует пролиферации, то есть выработке клеток, в том числе и эритропоэза. Я помню фолиевую кислоту в таких капсулках маленьких желтенькие таблеточки. Наш препарат российский, вообще недорогой, и к нему так относятся, что ну есть фолиевая и нет, оказывается она имеет такое большое влияние. Да, и в том числе у нас достаточно много состояний по нарушению фалатного обмена, то есть не у всех пациентов у них как раз вот эта фолиевая кислота прирабатывается в фолаты, которые потом регулируют это явление эритропоэза, выработки всех клеток, в том числе и кровяных телец. Вот, поэтому существуют препараты отдельно фолаты. А вот еще метаболиты фолиевых кислотов. А вот еще такая интересная история, все-таки инъекции или таблетки всегда, то есть вот от того, что мы так спешим и любим как в бане, чтобы сразу раз большую дозу, как про антибиотики мы с вами говорили, так такое же отношение и к инъекциям витаминов группы В, о которых женщины особенно хорошо информированы. Все-таки что эффективнее принимать? Сразу же пройти курс инъекций витамина В12, В6, В9 или потихонечку принимать таблеточки но дольше, но может быть эффективнее. Как вот здесь происходит выбор? Если достаточно эффективно у нас нормализуется микрофора кишечника, восстанавливается деятельность органов желудочно-кишечного тракта, то тогда мы с вами говорим о том, что через рот у нас эффективно будут эти витамины усваиваться. Если есть критическая ситуация по гиповитаминозу, то тогда будут применяться инъекционные формы, в том числе у детей младшего возраста, если у них не идет усвоение железа и витамины В12, В9 через продукты, через препараты перорального применения, то тогда им назначают уколы. Но эта ситуация только когда выявлен гиповитаминоз, стоит уже официальный диагноз и врач назначает. Вообще по витаминам группы В инъекционные формы нужно быть особенно осторожными, потому что при неправильном приведении инъекции возможно тяжелая инфильтрация в месте инъекции. препараты достаточно кто себе ставил знает, что это достаточно болезненные такие препараты и остаются инфильтраты даже если профессионал сделал, а вот если вот так вот с самолечением хочу побыстрее пополи мне соседей, то тогда это конечно принесет больше вреда чем пользы. В любом случае если произошла такая ситуация тяжело поболели длительно нужно так сесть остановиться и подумать что в моем образе жизни может приводить к такому состоянию потому что в принципе если организм закаленный то есть он хорошо терпит изменения температуры влажности окружающей то такого срыва не будет когда сезонно все болеют если питание у нас более-менее правильное хотя бы регулярное хотя бы продуктов фастфуда меньше и больше натуральные продукты то сели остановили сейчас есть у нас приложение здоровье в телефонах где у нас можно прописать мы в день должны проходить 9000 шагов у нас должно быть трехразовое питание основное три перекуса перекусы в основном у нас кисломолочные продукты либо это фрукты овощи могут быть основное питание всем известно то что это должно быть там у нас с утра каши обязательно должно быть в течение дня кисломолочные продукты в обед это суп горячий должен быть мясо красные сорта мяса возможно гарниры перекус в полник обычно как было в садике запеканка сырники все это достаточно хорошо для усвоения кальция и вечерний у нас прием пищи он более легкий то есть мы уже не применяем красное мясо потому что оно достаточно долго задерживается в желудке для механической переработки поэтому применяется либо курочка либо рыбка какой-то легкий салат опять же там крупы и перед сном стакан кефира все мы прекрасно это знаем но у нас всегда есть возможность все это реализовать потому что мы работаем мы не успеем пообедать и вот когда для себя выявили даже поставили эту программу посмотрели сколько шагов мы проходим если недостаточно если свящий образ жизни значит нужно как-то себя мобилизовать потому что это уже фактор риска если переели вот как нерегулярное питание вечером съели больше чем значит нужно опять собраться взять себя в руки пойти погулять какие-то запланировать дела может быть пешком дайте такого-то учреждения куда-то чтобы это было не на машине в любом случае если организм закален регулярные закаливающие процедуры оптимальное питание если понимаем что мы можем оптимальное питание в свою жизнь ввести некогда витаминные препараты у нас сейчас огромное количество витаминных препаратов для всех возрастных категорий для всех ситуаций то есть если там витамины для женщин витамины для беременных женщин для детей витамины до года с года до трех старше трех лет для школьников там где уже подобраны те микро-макроэлементы витамины которые вот именно по данным состояниям по данному возрасту будут наиболее нужны в любом случае мы должны с вами получать витамины группы В1, В2, В5 В6, В12 фолиевая кислота В9 аскорбиновая кислота в небольшом полице должна содержаться медь также магния мы должны с вами получать кальций железо цинк селен это все для иммунной системы необходимо жиростворимые витамины сейчас очень много говорится об пользе рыбьего жира об омега-3 очень много говорится как-то вот вспоминаем периодически на самом деле полиенасичные жирные кислоты имеют огромное значение если мы говорим вот о женщинах особенно женщины в период беременности и в ранний период послеродовой то полиенасичные жирные кислоты они способствуют мало того что лучшему в общем-то резистентности к респираторным инфекциям но еще и борются с пуст родовой депрессией всего лишь омега-3 омега-6 поэтому об этом мы с вами не забываем всем своим пациентам на всю осень всю весну и всегда назначаем полиенасичные жирные кислоты и все это есть и все это есть при том что это стоит недорого совершенно не обязательно покупать симпортные препараты есть наш рыбий жир чем проще тем лучше который сейчас надо поделиться если кто давно не покупал он сейчас не такой противный как когда-то был в детстве капсулы можно не раскусывать есть детские препараты которые совершенно приятные на вкус ясно что беременным женщинам для них все-таки препараты адресованные именно в разрешенном время беременности все-таки в чистом виде рыбий жир он может принести больше вреда чем пользы поэтому есть у нас витамины для беременных которые содержат в том числе полиенасичные жирные кислоты можно смотреть состав либо мы с вами должны препарат сметать который как раз разрешен при беременности для безопасности плода у нас остается буквально несколько секунд и я не могу как мама не спросить еще про одни витамины дети часто отказываются даже от жевательных постилок и конфетных каких-то форм но никогда не отказываются от мармеладных форм от витаминов у меня всегда как у мамы закладывается подозрение они стоят очень недешево во-первых а во-вторых подозрение что как можно в мармеладку запихнуть достаточное количество витаминов изучали ли вы эти препараты витамины представляете о чем речь да конечно сейчас есть форма которая содержится в микрокапсулах то есть макро-микроэлементы витамины между собой поэтому конечно мы должны видеть результат при применении каких-то витаминов мы понимаем что нам становится легче вот принимаешь кальций и боли суставов ушли и так дальше то есть здесь какой-то личный опыт сарафана радио тоже наверное имеет значение ну вот есть опять же у нас там союз педиатров заходите на сайт и там все вот эти рекомендации то что они признают что они на самом деле изучали вот они изучали у нас витамины пиковит то есть вот по ним есть четкие разработки исследования вот таблицы это все можно посмотреть есть водорастворимые формы витаминов аквадекс но это уже для детей с синдромом алиососорции муковисцидоз более тяжелый они тоже они как раз союзом педиатром вот изучались активно их эффективность доказана а так вот в любом случае мы с вами где-то и на сарафана радио тоже иногда надеемся ну и доверяем врачу потому что у врача достаточно много пациентов которые с ним тоже делят своими впечатлениями и этот опыт вы тоже можете применять на себя ну это полностью соответствует концепции и названию нашей программы слушайте доктора мы всегда на этом настаиваем и благодарим нашу гостью Галину Александровну Маркову врача детского иммунолога специалиста семейной клиники центра медицины верес всем желаем здоровья в этот сложный весенний период обязательно пожалуйста контролируйте себя и своих детей чтобы не раздевались раньше времени снимали шапки потому что никуда не делись все равно и орови и другие заболевания ну и правильно питаться закаляться скандинавскую ходьбу я пропагандирую всегда пейте витамины слушайте доктора всем хорошего дня до свидания